Мнения крымских избирателей о поправках в Конституцию РФ разделились. В последнее время недовольство жителей Севастополя вызывает строительная деятельность Минобороны РФ. Иван Шьян родился и вырос в Крыму. По его словам, в прошлом году российские военные обратились в суд с утверждением, что им принадлежит часть его земельного участка, на который он получил право собственности в 1999 году. Давайте будем честными, признаем то, что было, не делая вид, что здесь не было Украины, и живем по закону дальше. Я хочу, чтобы было, поспорядились все по закону, ничего лишнего. Власти Севастополя в 2015 году распорядились передать собственность Минобороны РФ, объекты недвижимости и земельные участки бывших военных городков в соответствии с планами времен СССР. На этом фоне в Севастополе звучат возмущенные голоса. Активисты провели опрос среди горожан о референдуме по поправкам в Конституцию РФ. Если кто-то говорит, что Севастополь – это патриотический оплот, и что здесь обязательно поддержат Путина, мы очень рады, что в Севастополе все-таки есть думающие люди со своим мнением. Между тем, в избирательной комиссии Крыма отмечают, что явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 50%. Проголосовал, потому что все поправки меня устраивают очень даже. Ой, за что? Я за Путина голосовала. За все, за то, что он собирается вот сейчас сделать. Севастополе Севастополе